В конец 40-х годов созданы электронные четвертые машины, но их надо учить считать. Всяку-всяку. И правильно, точно, и быстро. А она, глупая железяка, ничего еще не знает, не умеет. Сходная ситуация. Вырган зону Крузера. Вас выбросило на небитаемый остров. Все утонул. Смартфоны, планшеты, книги. Но, то ли для того, чтобы вернуться в цивилизацию, но еще для чего, вам надо с помощью местного населения, которое вы быстро научитесь складывать, скажем, числа, создать какую-то такую своеобразную вычислительную машину. Вот как это сделать? В этом положении, это примерно одно и то же, мы сейчас с вами окажемся по моему понуждению. Я хочу, чтобы мы задумались вообще над некоторыми вещами, воспринимаем как данность, как нечто существующее. Вот предмет нашего разговора. Мы должны вот эту машину, то ли состоящую из кучи железа, то ли вот в виде 20 тысяч пятниц, бегущих по бескрайнему пляжу, мокрый песок, на котором удобно писать, кстати. Плана потом будет это все стирать, очень удобно. В древнем мире, вообще-то говоря, математики так и работали, у них были такие планшеты, что ли, песок, вокруг рамка, пописал, но если что-то серьезное, скопировал там на папирусу, куда-то еще, а если неправильно, то вот так просто рукой провел, и завтра можно писать. Вот примерно такая ситуация моя оказалась. Давайте подумаем, какие вообще арифметические операции действия, точнее, вы знаете? Ну, смотрите. Сложение, вычитание, умножение, деление. Прекрасно. Вот мы начали работать. Плюсов и минусов проблем нет. Если я беру, ну, скажем, два числа перестатичной записи, у обоих длина n, то поразрядное складываю, там перенос, какие-то мелкие проблемы. Короче говоря, сложность всей этой процедуры будет определяться числом вот этих элементарных шагов, в данном случае такого сложения, и будет это вдвоемкость. Вот это онлайн вот этому самому числу, ну, с какой-то константой. Причем это относится к предположению, к прочитанию, тут я проблем никаких не вижу. Вот если я буду заниматься умножением, будет это гораздо интереснее. У нас есть процедура умножения столбиков, которая состоит в том, что если есть два числа длина каждого n, то в чем состоит элементарная операция, без которой мне не обойтись? Мне нужно будет каждую цифру одного умножать на каждую цифру другого. Потому что каждая такая процедура – это обращение к некоторым объемцам умножениям, которые раньше всегда так рисовали. Правда? И таких обращений у меня будет это умножить на этот принцип, и на турке элементарный. То есть эта вся трудоемкость будет пропорциональна, а не квадратно. Вот в тех же термин. И кажется, что уменьшить это нельзя. Правда? Есть мысль какая-то? Есть вопрос. Это нотация большое О? Где О? Большое О нотация – это именно то? Здесь вот так написано, вот так в знак пропорциональности. Это означает, что реально это трудоемкость есть, но какая-то константа умножить на n. Константа не зависит от этого числа n, но определяется с какими-то мелочами. Так же и здесь. Это какая-то константа умножить на n квадрат. Понятно? Хорошо? Ну вот, в 1961 году нового эсперанта Анатолий Алексеевича Краснодара был. К сожалению, он в жизнь не ушел уже. Он был очень хорошим математиком, занимался теорией чисел. Он тогда был совсем молодым человеком, а вот он придумал, опубликовал работу. Смысл, который был в том, что там, где, казалось бы, тысячелетия люди ходили, гуляли, можно сэкономить в числе операций. И с точки зрения вот этого обучения машины, это очень существенно. Потому что, если представьте себе, я перемножаю числа длиной там, ну, многие тысячи знаков, то между числом тысячи на тысячи и числом просто тысячи. Разница большая. А если это много тысяч, то это вообще серьезно. Поэтому с самого начала, когда создавался факт вычисленных машин и вот это математическое обеспечение, об этом заботились. Что придумал Карасуга? Я вам сейчас на примере это просто покажу, и мы пойдем. Пусть у меня есть два возназначных числа. Я их запишу так. 10 в четвертой степени умножить на а1, плюс а2. И 10 в четвертой степени b1, плюс b2. Все вот эти числа, которые я сейчас подчеркиваю, это четырехзначные числа. Я каждое число длиной, восемь знаков, на две части трендерии. И с этими кусочками буду работать сейчас позже. Я перемножаю эти числа. Вот я сейчас обозреваю клефонку в саду, чтобы у меня для моих чисел место освободить. Вот я перемножаю эти числа. Значит, просто глядите на эти числа, вы сами имеете со мной, что я напишите. Будет 10 в восьмой степени а1, b1, плюс группы четвертого порядка. 10 в четвертой степени умножается на а1, b2, плюс а2, b1. Правильно? И, наконец, совсем ищетожная часть 1, b2, которая тут сразу подчеркивает. Вот на первый взгляд кажется, что единственное, что можно сделать, с помощью вот этих таблиц умножения, посчитать это, посчитать это, счет это и сложить. Сколько придется тут работать, проводить? У меня 4 одинакой группы. Здесь умножаются четырозначные числа, 4 на 4. Сколько будет обращение к таблице умножения? 16. 16. 4 на 4. И поскольку их тоже 4, что-то в таких группах, то вот 64 обращение к таблице умножения. Правильно все? Прекрасно. Теперь давайте подумаем вот что-то. Значит, вот это и это мы в любом случае будем считать. А вот это попробуем выразить как-то иначе, так, чтобы считать пришлось еще только одну группу каких-то чисел длиной 4 знака, которые умножаются друг по другу. Давайте придумаем какое-нибудь тождество, которое бы выражало вот эту вещь через эти две крайние и плюс еще что-то. А давайте поступим просто. Давайте вот выпишем вот эти две рамочные конструкции, а потом добавим то, что нужно, чтобы получилось то, что вот здесь все написано. Все, в общем-то, я примитивно буду пробовать. А, 1, 2, 1. Плюс А2, В2. Ну, а чего еще надо там сделать? Нам надо добавить вот такую штуку и вычесть такую. Я ее просто как-нибудь переобразовать, изящий. Давайте попробуем. Ну, хочется вот как-то их объявить, либо вот так, вот так, либо, я не знаю, может, вот так, вот так. Сейчас решим. Допустим, я объединяю это с этим. Выносится множитель 1, да? Согласны? Если В2 меня есть В1. Я думаю, что все равно. А во второй тогда группе, вот здесь, у меня выносится множитель 1, В2, а там, удивительное дело, вот ставит В1, В2, то есть практически то же самое. Да? Вот нужно знаком минус взять. Сейчас, я знаю, покончу еще раз. Я вот здесь правильно? Угу. Так, вот это минус это. Значит, А1, В2, минус... Все верно. Сейчас, секунду, подождите. Минус А1, В1. Да. Вот это правильно? Да. Правильно. Вот это группа. Плюс А2, а там В1, минус В2. Пока что они чуть-чуть, эти скобки отличаются, но вот если, как и В, если в этом я имею в виду, поставить минус, то вот здесь будет уже В2, здесь В2. В точности как-то. И тогда будет симпатичное приложение множителей. А1, минус А2. В2, минус В2. Что это означает? Это означает, что вот тут группу, с которой нам еще надо было возиться, мы переписали в следующий момент. Вот я ее сейчас подчеркну, полное изделение. И подчеркну полное изделение, чтобы вы ее узнавали, ту форму, которую мы ей придали. Сначала идут вот такие в квадрате, как А1, В1, плюс А2, В2. Верно? А потом, вот все произведение. А1, минус А2. А2, минус В1. Все. И вот что у меня получилось. Я вот эту группу, которую мне надо считать, выражаю через уже посчитанные, для вот этих нужных, произведения А1, В1 и А2, В2. И мне надо еще только одно произведение посчитать. То, что тут вычитается, кто-то из кого-то, совершенно не важно. Это такая же группа четырехзначное число умножается на четырехзначное число. Что получилось? У меня теперь число операций, которое мне придется для этого умножения проделать, будет равно уже числу совершенно немного. 3, может, на 4, на 4. То есть 48. Вместо 64 операций я проделал только 48 операций. Элементарно. А если я эту идею начну развивать, буду разбивать попарно четырехзначные числа на части по той же идее, я приду от 48 до 36. А если я потом эти двойки, которые еще там тоже подразобью, я дойду аж до 27. Вот видите, какой вывод? Если это все делается в промышленных масштабах, если надо перемножать гигантские числа, то это будет большая экономия. А можно еще более экономно и хитро это все разбивать, но основная идея очень простая. Разбивайте какие-то куски, пачки, как иногда говорят в математике, и на этом будет большая экономия. Понятно? Есть великая гипотеза, что подлинная граница, не улучшаемая по числу операций, это n логарифм n при умножении двух чисел длинных. И вот можно так комбинировать, трактовать, что в конце концов будет здесь стоять какая-то константа. Я поставлю букву n, но слава, это отлом нет. Вот будет некая константа, определяем вот этим методом, группировок и прочее. Но само по себе, по порядку, число операций будет вот таким. А как вы думаете вообще в нашей повседневной жизни большие реальные числа нас сопровождают или нет? Как минимум население Земли. Это не то, что нас сопровождает. Я могу жить и не думать об этом. Подсказка. Вообще сопровождают. Потому что, например, если вы возьмете алгоритмы шифрования... Правильно. Именно это я имею в виду. То там числа... Вот Филипп сказал в точности то, что я имел в виду. Все эти устройства обмениваются всевозможными данными, иногда секретными, когда, скажем, речь идет о плате какой-то покупки, которую зачастую совершается с помощью всего этого хозяйства. И там происходит вот это шифрование, которое основано как раз на перемножении огромных простых чисел. Очень большое. И если это все время происходит, то, разумеется, это реально те процессы, которые вас сопровождают просто в вашей повседневной жизни и деятельности. То есть вот думать, что вас это не касается, не приходится, на самом деле это не так. Хорошо. Поняли. Мы научили машину умножать.